Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос анонимный. В первую очередь, знакомство, то есть как у вас это происходит, каким именно образом вы знакомитесь с мужчинами, с парнями, как именно вы это делаете, какие у вас основания для этого и так далее. Второе, это значение типажа, то есть вы говорите, что немного зимой типаж, что это значит, какое значение для вас имеет типаж, потому что большим счетом влюбленность это образ, а реальное взаимодействие уже происходит с реальными человеками. И типаж это вот тот самый образ, поэтому значение типажа нужно раскрыть. Дальше, вроде нравится и интересен, пишите вы про встречу, а испытываю апатию к нему, к нему. Ну нравится и интересен, опять же надо бы это раскрыть, что это значит. Нравится, что нравится и интересен, что значит интересен. Испытываю апатию, то есть что конкретно происходит с вами, когда вы чувствуете апатию. Когда не видимся, почему-то тянет к нему, опять же тянет, что это значит, надо бы это раскрыть, что значит тянет. Тянет, это про потребность в чем-то, это про желание. Жду, когда она движет, но при встрече предстоит нравиться. Ну здесь все то же самое, в то же время могу сказать, что мне безразличен. Что это значит, что вы чувствуете к нему. С тех пор, как познакомилась, начала плохо спать, пыталась апатит, похудела, сильно нервничаю. Но вы тревожитесь, можно поработать здесь тревогой, потом увидите, что именно вас тревожит. Парень не влюблен, я это чувствую, вы не можете этого чувствовать, пока он вам не скажет. То есть вы можете думать то, что вы чувствуете, но чувствовать вы не можете. Также напоминаю чувство, что лучшие парня не найду. Понятный характер, воспитанный, любительный, интересный, никогда так их не встречала. Ну здесь мне кажется вопрос с одной стороны про окружение. То есть если вы, если у вас есть определенные требования к людям, то как вы им следуете. Потому что получается, что этот паварень встретился вам вообще случайно. А до этого вы встречали парней исключительно не воспитанных, не любезных и не интересных. Ну так это вопрос про окружение. Да, ваш выбор окружения. И быть парнем только потому, что вы его еще не найдете. Мне кажется, значит сводить ценность человека в некоторую такую материально-оценочную парадигму, я бы так сказал. То есть это, знаете как, я купил эту одежду, потому что лучше я уже не найду. Вот. Вот это самое. То есть это по сути не ваш выбор пользы человека, а отсутствие выбора. То есть лучше я уже не найду. Понимаете? То есть если бы было лучше, то он бы вам был не нужен. То есть здесь не про симпатию к человеку, не про направленность на человека у вас. Здесь скорее про то, что нужно вам про закрытие какой-то вашей потребности. Использовать отношения для закрытия потребности не лучший вариант. Понятно, что отношения могут удовлетворять определенные потребности. Но они не могут быть единственным способом для этого. Скажите, пожалуйста, возможно ли таким образом испытать чувство влюбленности? Раньше никогда не влюблялась мне 24 года. Но если вы воспринимаете людей как источник удовлетворения своих потребностей, повторюсь, то вы не влюбитесь, потому что любовь это про возможность дать что-то человеку. У вас же про потребность брать что-то. Поверьте меня правильно. Я говорю все это совершенно не с целью вас обвинять. Я это говорю совсем с другой целью. Я это говорю с целью, чтобы вы постарались обратить внимание на это. Я это говорю с целью, чтобы вы постарались увидеть этот момент. Чтобы вы его заметили. Чтобы вы увидели себя. Ну вот в этих моментах. Чтобы вы увидели себя. Чтобы вы увидели то, что с вами происходит. Вот. Чтобы вы постарались увидеть то, что происходит с вами. Вот. И возможно тогда вам стало бы легче понять, что с вами происходит. Вот. Немаловажный момент, мне кажется, заключается еще и в том, что вы хотите. испытать чувство влюбленности. То есть это на мой взгляд тоже такой вот достаточно важный момент. То есть вы хотите влюбиться. Опять же ощущения здесь. Как будто бы вам чего-то не хватает. Ощущения, как будто бы вы чем-то нуждаетесь. Поймите правильно. Повторюсь, поймите правильно. Это неплохо. Ни в коем случае это неплохо. Это нормально. Понимаете. Нормально влюбляться. В чем-то. Но вопрос в том числе. про именно отношения, человеческие отношения, подходят для этого не лучшим образом. потому что, ну, у вас вот не будет получаться тогда быть собой. по сути. Со временем вы будете испытывать трудности. по типу вот таких, которые вы испытываете сейчас. К примеру. Да. Например. Ну вот. Как вы вот описываете вот свои переживания, что он мне не нравится, ну вроде бы. Ну, в то же время, несмотря на то, что мне не нравится, сразу мне как не хотят. Вот. Я понимаю, что это очень лучше иногда. Вот. То есть у вас возможности, возможности для того, чтобы почувствовать что-то к человеку. Ну, влюбиться вот иными словами. Да. Влюбиться. У вас такой возможности нет. Просто. Знаете. Из-за вот потребностей ваших. Вот. Потребности все время на первом месте идут. Это нормально. Абсолютно нормально, что потребности у вас идут на первом месте. Вот. Никто не говорит, что это плохо. Вот. Совершенно. Это более чем адекватно. Ну, более чем адекватная позиция. Но идея в том, что пока это так, скорее всего, вы не влюбитесь. Пока вы не удовлетворены. Вот. Хоть как-то так. То есть это не хорошо и не плохо. Это просто вот как, ну, как вот такая, значит, такая данность, как бы. Ну вот. А чувство влюбленности, опять же, это не любовь, как таковая. То есть это вот тоже, мне кажется, ну, нужно, нужно учитывать, что влюбленность не любовь. Вот. Влюбленность это одно. А любовь это другое. Вот. И я бы сказал, что влюбленность чувство поверхностное достаточно. Вот. А любовь чувство глубокое достаточно. И можно думать, что вы влюблены. Хотя на самом деле вы будете нуждаться в человеке. Вот как сейчас вы нуждаетесь, например, в это, ну, вот в машине, да? Можно так вот думать. И думать, что вы влюблены. Что вас, вот, ну, условно говоря, тянет, вот, к этому человеку. При том, что вы, ну, можете даже не очень понимать, что именно тянет вас и чего именно вам хочется. Вот. Вот. То есть как-то вот тут вот вы рискуете, на мой взгляд, заблудать, заблудиться и, в общем-то, можете попасть в зависимость, вот, можете попасть в очень неприятные истории, вот. Поэтому я хотел бы вас от всего этого оградить по возможности, вот, не обесценивая, там, ну, как бы, вот, не обесценивая значение ваших чувств, не обесценивая, там, мужчину, да, с которым вы в отношениях ни в коем случае не хотел бы этого сделать. Вот. Ну, как бы мне кажется, что очень важно, чтобы вы выстраивали свои, ну, чтобы вы выстраивали взаимодействия с людьми, людьми максимально естественно и максимально корректно. А вот то, что, ну, то, что вы описываете, это, к сожалению, больше про некий такой вот, я бы сказал, ну, некоторую инверсию. То есть, то есть, это не совсем про, ну, про чувство, да, любви, например. Или не совсем про, там, желание что-то отдавать. Другое дело, если вы не хотите вообще, то есть, если вы считаете, что, эм, как бы, ну, отношения вообще про другое, например. Если так считаете, тогда да, тогда это, ну, другой вопрос в таком случае. Вот. Эм, но пока, вот, если мы говорим, эм, в таком контексте, вот, то я вот надеюсь, что вы увидите, эм, мою мысль. И надеюсь, что подумайте о том, эм, в каком направлении вам, эм, двигаться можно было бы дальше. Вот. Ну, эм, пока что все, я думаю, вот, я думаю, что, пока на этом, на этом можно закончить. Эм, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, да, позволит вам начать работу над собой. Эм, желаю вам всего самого доброго и удачи.